всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости а сегодня хочу рассказать о делах своих вязали ремонт закончен порядок наведен значит есть время заняться своим любимым творчеством это вязание конечно же и я хочу вам сегодня рассказать что у меня сейчас процессах на спицах и в крючке и каковы мои ближайшие планы но первое что сейчас на чем я активно работаю это над кардиганом я рассказывал о том что мне нужен кардиган связанные спицами летний кардиган который очень был бы удобен в носке у меня были подобного плана кардиганы но вот сейчас в этом году так случилось что у меня только два крючковых кардигана причем один из них достаточно такой выглядит нарядной и не подходит под любую так скажем одежду для будущего своего кардигана я заказала пряжу от фирмы газал гиза это новинка этого сезона как я понимаю это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 50 граммов 125 метров на сайте этот цвет назывался серо-бежевый очень красивый цвет мне хотелось именно что такого натурального цвета вообще что-то меня как бы сейчас последнее время очень на подобные оттенки прям притягивает и тянет я хотела чтобы у меня кардиган был такого плана чтобы его накидывать без застежек и я достаточно долго подыскивала ажур для своего изделия будущего я вообще люблю узоры достаточно редкие не часто мелькающие на просторах интернета мне очень нравится пробовать что-то новое самой и как это выглядит да то есть вот это вот что-то новенькое и мне попался на глаза такой интересный ажур и не скажу что он простой вот так вот он сейчас выглядит плохо конечно видно вот такой вот интересный у меня вот вся основная часть у меня связано я вчера как раз закончила мне осталось только рукава и планку связать и все и я очень активно сейчас работаю именно над этим изделием хочу вот как раз в ближайшее время его завершить значит что у меня в моем кардигане у меня нижняя часть это ажур вверх это лицевая гладь на рукавах также у меня будет ажур и дальше лицевая гладь рукав хочу в точной вижу его снизу вверх и у меня будет широкая ажурная планка вот так по всему моему кардигану вот такая вот задумка потому что когда-то я себе уже вязала такой у меня был кардиган чик я с удовольствием его носила несколько сезонов подряд и по-моему я его в прошлом году отдала своей сестричке вот это сейчас у меня основной мой процесс над которым я очень и очень активно работаю хочу его закончить просто в ближайшее время также я вижу себе блузочку к моему к моей юбке из брюкского кружева я говорил о том что я буду вязать себе блузку когда у нас такой вот красивый уже узор встречается если мы хотим до изделия костюмная то не может быть что блузка должна быть такая вот вся дофель деперстовая и юбка что-то одно поэтому мне нужно было для блузки выбрать какой-то простой узор только с каким-то именно акцентом то есть как бы подчеркнуть вот именно то что это костюм у меня в принципе это тоже уже связано задняя часть спинка связано и мне нужно связать вперед и рукава рукава будут короткие я уже начала отделку для передней части но в связи со своим так скажем до ремонтом я немножко это все дело под забросила вижу я из пехорки жемчужной очень мне нравится вот такой вот простой я выбрала здесь узорчик вот здесь вот у меня будет вставка ажурная и как бы да то есть такой вот акцент ну и дальше еще какие здесь я придумал так скажем фишечки я вам уже потом покажу осталось тоже совсем немного и мне нужно завершить этот процесс после кардигана то есть вот этот вот я хочу завершить процесс также у меня есть так скажем два начатыша один из начатышей когда я вязала юбку из брюкского кружева так как я сама только училась данной техники и осваивала то есть думала да вот как мне в кольцо это все дело сделать чтобы было круговое вязание я ничего естественно не снимала и уже потом впоследствии я решила чел я думала просто показать но я вспомнила что у меня есть вот такая вот бобинка я так подразумевает то что это полухлопок или хлопок потому что вот очень похоже на хлопковая ниточку и я решила что я свяжу для дочки такую вот скажем блузочку которую можно будет надевать и в школу в том числе низ будет связан брюкским кружевом а верх вот он будет связан просто может быть еще вертничок я придумаю не знаю пока вот и у меня как раз отвязана две полосы этого будет достаточно дальше нужно набирать то есть я уже здесь начала то есть мне нужно дальше вязать каким-то узором и мне нужно снять как я вот здесь соединяю эту ленту чтобы дальше вязать все у меня тоже это застряла и лежит вот хочу такую вот кофточку пусть будет кофточку блузочку не знаю вот это тоже такой начатыш в принципе здесь тоже делал не так много говорится начать до закончу так это вот следующий и еще меня попросила мама моей подружки связать ей жилет жилет хочет она длинный сказала так танюша я полностью тебе доверяю что выберешь то и будет единственное хочу чтобы это был цвет горчичный вот я искала значит горчичный цвет и нашла это бобинная пряжа здесь мерино с целостаном ну и как бы знаю что здесь 1400 метров 100 граммах ниточка тонкая из подобной пряжи вязала я сразу же быстренько перемотала в 4 нити и когда начала вязать взяла спицы четыре с половиной тут я только начала то есть как бы спинку ну мне как бы кажется что плотноватенько нужно спицы либо побольше взять и думаю что же мне делать либо от три нити было бы достаточно более чем я не скажу что очень очень толстая нет но как бы вот по моим ощущениям хватило бы наверное в три ниточки что делать я уже конечно не размотаю просто одну нить отсюда нет мотая покупала я в магазине который нашла совершенно случайно с очень интересным названием это буква zh yarn collection я заказывала наверное раза три или четыре точно я заказывала у них пряжу у них очень лояльные цены вышло совершенно случайно когда искала в прошлом году что-то мне захотелось себя побаловать бобинной пряжей я стала искать где бы мне купить у меня был постоянный магазин но цены там выросли и вот я нашла в этом магазине достаточно хороший у них ассортимент сейчас я уже не буду говорить давно я не захотела и нашла вот как раз но при рожу горчичного цвета как и хотела мамочка моей подружки вот мне нужно связать это тоже мне нужно сделать в ближайшее время потому что человек ждет и когда есть такого плана обязательства то хочется их выполнить побыстрее вот по крайней мере мне когда мне что-то заказывает мне хочется это сделать побыстрее но здесь опять же да такая вот ответственность как ты сделаешь я тебе доверяю и все и вот понимаете какой-то стопор какой узор подобрать ажур или косы но вот немножко у меня сейчас картинка уже сложилось что это будет небольшие наверное жгуты совмещу с ажурными дорожками то есть ничего такого сложного но чтобы интересно было вот это тоже мне нужно вязать хотя вот я не знаю почему смотрю иногда девочек вот жара лето они вяжут теплые изделия почему-то мне летом вязать из теплой пряжи очень сложно у меня потеют руки и вот ну некомфортными и вот когда становится по прохладнее я вижу спокойно но когда жара вязать из теплой пряжи вообще тут просто для меня это пытка самое настоящее поэтому пока откладываю тоже еще мне пришел заказ на детские шапочки хотя тоже сказали то есть как как свяжешь но я уже одну шапку связала и отдала и сразу же зах нужно и нам нужно еще три это так всегда почему-то бывает ну и значит ладно свяжу и вот это вот пряжа из которой я связала себе майку yarnart стайл у меня два цвета вот такой интересный цвет я бы назвала его вообще кофейный как вот такой вот кофейный цвет красивый и на маечку вот здесь по центру я взяла очень необычный интересный ажур который мне попался на просторах интернета яндекс дзен я вам оставляла ссылочку там девушка фабричные модели рассматривает и составляет узоры мне очень понравился этот узор я подумала не связать ли мне жакет вот из этой пряжи этим узором что вот был полностью жакет вот этим узором мне вообще хотелось бы связать себе честно двойку тоже было у меня такое изделие и я его не знаю мне кажется лет восемь или 10 носила вот здесь у меня жакетик застегивался на одну пуговку такая разлетайка а под ним была простая маечка спицами связано и вот думаю стоит начинать или не стоит начинать вообще честно сказать я уже в августе начинаю готовиться к новому осеннему сезону и у меня в планах я поняла весной что мне просто необходимые вещи из полухлопка какие-то такие знаете кофточки с рукавом три четверти или может быть даже с длинным рукавом какой-то джемпер хотя бы один хотелось бы связать именно из вот такой пряжи полухлопковой и не теплой еще пока но уже комфортной да то есть вот таких вещей мне не хватает и хочется в августе уже готовится также хочется мне связать очень мне понравилась одна идея и я думаю что я воплощу ее в жизнь единственное что я сейчас думаю над пряжей хочу связать платье в стиле как у шанель такое знаете вроде бы с официальным где-то может быть стилем но я про такие вещи говорю и в первый в мир то есть его можно и просто носить надевать и в то же время можно даже как бы выйти куда-то в этом платье она тоже как бы будет смотреться хорошо но у меня сейчас пока мысли какую мне подобрать пряжу у меня есть пряжа лизы дива но я из нее никогда не вязала спицы пробовала один раз мне не понравилось больше не крючки но там я хочу использовать жаккард и может быть такая тонкая нитка так как жаккард все-таки дает плотности возможно именно этой ниткой подойдет пока я в мыслях и раздумьях но надеюсь что все таки все сложится так скажем карта сложится и будет моя идея воплотиться так как мне задумывается вот такие вот сейчас мои дела вязальные обещаю что пропадать надолго не буду поэтому мы с вами совсем скоро увидимся до новых встреч пока пока